А сейчас у нас гость из Парижа. Я очень рада представить вам Светлану Беккерман, педагога и преподавателя английского языка. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, все участники конференции. Мне очень приятно быть приглашенным лицом. Ну, очень приятно поделиться с вами информацией и быть среди вас, хоть и несмотря на то, что нас разделяет такое большое расстояние. Да, мы очень рады, Светлан. У вас не очень много времени, но у вас очень много интересного. Я слежу за вашей группой в Инстаграме и то, что вы делаете со своими детьми. Расскажите самое-самое интересное, потому что, если я правильно понимаю, вы во французской школе, в Монте-Сори школе, преподаватель английского. Да, абсолютно верно. Я учитель английского языка в классе 3, 6, 6, 12 и даже в этом году 12, 15. И работаю я уже на протяжении 8 лет в Монте-Сори среде, хотя никогда до этого с Монте-Сори я не сталкивалась. Впервые во Франции познакомилась с этой методикой, несмотря на то, что я писала диссертацию в Санкт-Петербурге, но по обучению взрослых и по работе непосредственно в университете. Поэтому вот так вот жизнь моя явилась, развернулась, и я стала учителем Монте-Сори во Франции в школе. И скажите, пожалуйста, есть... Клятран видно. Я тогда сразу презентацию включу, чтобы можно было и слушать, и читать. Поскольку я познакомилась с Монте-Сори методом впервые здесь и столкнулась 8 лет назад с тем, что нужно было создавать билингвальную среду в Париже. До меня в школах работали учителя англоговорящие, но с методикой не знакомые, поэтому немножко уводили детей в другую сторону от методики. И передо мной, как перед преподавателем, стояла задача как раз создания билингвальной Монте-Сори среды. И спустя некоторое время, когда я получила уже образование в Канаде и во Франции, меня стали приглашать в университеты и в разные школы по Франции и Бельгии читать лекции для родителей и для учителей, как раз как совместить преподавание английского и Монте-Сори метод вместе. И в итоге родился мой оффлайн и онлайн курс Монте-Сори English, где я онлайн, если хотите, обучаю учителей и рассказываю им, как совместить эти два направления. В прошлом году я запустила как раз этот курс. Вы можете познакомиться с подробностями на моей странице в Инстаграме, на Тесори Стейшн. И стала также представителем международной организации по повышению квалификации учителей по английскому языку. Вот это если говорить кратко о том. Но веду я еще мастер-классы, выступаю на международных конференциях. Думаю, среди вас уже есть те, кто обучался у меня, и, возможно, присутствовал на моих мастер-классах. Недавно состоялся мастер-класс по чтению. И есть еще множество идей, которые хочется осуществить совместно с секретом детства в том числе, который состоится, возможно, наши планы реализуются совсем скоро. Об этом Елена скажет попозже чуть-чуть. Вот. И предугадывая, наверное, ваш вопрос о том, как же строить перенвальную среду и как вообще построен день у детей в школе, я буквально пробегусь быстро-быстро, поскольку времени нет. Расписание у нас следующее. Если по-французски, по-французскому языку учитель присутствует, франкоговорящий учитель в течение первой половины дня, то англоговорящий учитель присутствует в течение второй половины дня. Английский у детей четыре раза в неделю, и мы придерживаемся Монте-Сори принципа по сохранению трехчасового полного рабочего цикла, поэтому англоговорящий в среде человек постоянно, и происходит это путем полного погружения детей в общение. То есть, если здесь видите расписание, трехчасовой цикл включает либо работу на французском языке, либо работу на английском языке. Затем учителя и ассистенты обедают вместе с детьми, дети убирают помещение, у каждого есть ребенка, своя ответственность по уборке помещения, после обеда наступает перемена, и затем наступает второй трехчасовой цикл. Опять-таки, если утром был французский, то вечером английский, и так постоянно мы стараемся чередовать. Организуем также круги на английском языке, где обращаемся с детьми, подводим итоги тому, что было сделано в течение рабочего дня, думаем, как изменить среду, как улучшить, и это непосредственно во всем принимают участие дети. Итак, как я сказала, уже стараемся строить билингвальную среду, соответственно, весь материал, который нам предстоит внедрить, он будет как на французском, так и на английском языке, и это не только в среде 3-6, но и в старших классах в том числе. И я постаралась найти и количество определенного, огромное количество материала по тому, как внедрить все, так чтобы не отставать от французского языка, чтобы действительно было полное погружение. Поэтому предоставляю детям и учителям, которые проходят этот путь строительства среды, со мной весь материал. И здесь вы на фотографии видите одну из полок по чтению, где я располагаю материал по чтению для детей, и расскажу так немножечко, забегая вперед, как я это организую. Буквально если это начало, когда ребенок запускается в процесс чтения, при этом проходя определенный путь, который я рассказываю на своих мастер-классах, мини-курсах, выстраиваем среду, сначала отталкиваясь от того, как обучить коротким словам, которые состоят из согласного гласного и согласного снова. И вот вы видите, тут определенный набор карточек, которыми я заполняю среду для того, чтобы поддерживать обучение детей по чтению в том числе. Но это не только обучение чтению. Я еще помимо организации зоны чтения и книги еще организую зону по обучению искусства, совмещаю искусство детей на английском языке. И если вы присутствовали на конференции Мотессори «Весна», то там как раз-таки я рассказываю, как я это делаю, с помощью каких стратегий выстраиваю и планирования, какого планироваю, выстраиваю абсолютно всю среду, с какими упражнениями работаю с детьми и так далее. Записи, кстати, этих мастер-классов тоже имеются. Если мы говорим про класс уже ступень чуть постарше, то тут для каждого ребенка я разрабатываю свой индивидуальный план на английском языке. И тут из перечня вы видите, это не только обучение английскому языку как языку, как структуре, но это еще совмещение с наукой, с географией, с историей. И, возможно, некоторые из вас скажут, как же так. Индивидуальный план – это же не выбор собственной ребенка и так далее, но как раз-таки здесь, если присмотреться, выбор есть, он ограниченный, и ребенок в течение недели может более или менее понимать, какой материал из какой среды он может выбрать, потому что в основном этот план работает для детей, которые только-только сталкиваются с обучением английскому языку на ранних ступенях, в 6-7 лет не у всех возможностей присоединиться к Монте-Сорио-школе с 3-х лет. Поэтому этот план в качестве выступает гида. И не только для учителя, но и для самого ученика. Соответственно, весь материал будет выстроен также на английском языке, по науке, по естественным наукам, это и по географии, мы будем проделывать все эксперименты научные с ними на английском языке, совпровождение и наблюдение также будет записываться на английском языке. Если мы говорим про обучение искусству, то это опять-таки весь материал, который будет выложен в среде на английском языке, начиная от книг и заканчивая всевозможными карточками обучающими, в том числе все презентации по шитью, по вязанию, по рукоделю, также будут на английском языке. Так, вот одна из презентаций, которой я бы с радостью хотела с вами поделиться, это когда мы обучаем детей эмоциям на английском языке и просим их выразить эмоции и чувства через определенные линии. Вот так вот, если коротко позволите выразить, то это то, как мы обучаем английскому совместно с обучением искусству. Здесь, естественно, будем говорить, какие типы линий существуют на английском языке, и помимо геометрии, помимо даже искусства, тут еще будем упоминать и геометрию. Но, к сожалению, на геометрию и английский, на геометрию и математику у нас времени не остается, потому что и так охватываем полный весь цикл. Геометрия и математика остаются в стороне. В нашем случае, возможно, есть школы, где это удается совмещать на двух языках. Стараемся привлечь родителей и выходцев из других стран, англоговорящих стран, которые могут поделиться своим культурным наследием, своим культурным опытом. И здесь на фотографии женщина, которая приехала из Индии, любезно поделилась с нами своим платьем, сарей, рассказала традиции, которые осуществляются в стране, приготовили попозже с детьми национальную еду. И опять-таки все это сопровождалось, естественно, на английском языке. Помимо таких мероприятий, здесь вы видите учитель на фотографии, и мама приехала девочке из Китая, рассказывала про традиции в период Нового года китайского, а также на английском языке. Тем самым мы показываем детям, что английский язык выступает в качестве такого средства общения межнационального, межкультурного и подчеркиваем, не называя, насколько важно знать английский язык. На этой фотографии дети выполняют проектную работу после изучения определенной темы и презентуют ее своим одноклассникам. Если мы говорим про поездки, то за организацию поездок выступают только дети, причем деньги на данные поездки дети стараются копить и собирать и зарабатывать сами. Зарабатывают они тем, что следят за животными, которые у нас имеются на ферме, которые несут, это курицы, которые несут яйца. Позже мы продаем эти яйца родителям. И также занимаются садоводством, поэтому в период, когда собираем урожай, это тоже у нас период, когда наступает ярмарка, организуется в школе, и дети продают своим же родителям овощи и фрукты. Так, на этой фотографии я хотела вам сказать о том, что, опять-таки, говоря о поездках, выступают организаторами и общаются с представителями разных компаний. И в том числе мы недавно осуществляли проектную работу по астрономии и общались с представителями из НАСА. Вот тут, конечно, был огромный челлендж для детей рассказать все, что им нужно на английском языке. Я, конечно, стояла в стороне и радовалась. Радовалась тому, что это возможно. Это возможно осуществить, что дети действительно видят, насколько это применимо в реальной жизни, для чего они на самом деле изучают язык. Друзья, у меня действительно было мало времени. Я постаралась кратко рассказать все, о чем могла. Ну, и возвращаясь к теме о том, насколько важно обучать и строить билингвальную среду, хотела вас пригласить на свой мини-курс по обучению чтению и письму на английском языке. Думаю, Лена, я вам даю слово, вы можете продолжить. Да, мы вот со Светланой не только готовим всякие интересные проекты на будущее и надеемся встретиться в Париже, но и я знаю, что очень многие площадки, они имеют билинговальных педагогов или есть уголок, и они стремятся давать детям второй язык. Кстати, вот во Франции английский второй самый популярный язык, как у вас? Да, после английского испанский. Испанский, да? Потому что в Америке у них испанский, по-моему, больше как бы после своего английского у них вот второй язык испанский. Ну, а у нас английский. И хорошие специалисты, которые понимают, что, как, чего делать, они рассыпают вот так по свету, но благодаря тому, что мы можем сотрудничать вот так онлайн, у нас расширяются наши возможности. Поэтому в чате уже есть ссылка, я надеюсь. И мы со Светланой хотим предложить... Мы обсудили очень много идей, возникло очень много идей, я думаю, что постепенно мы их будем воплощать, но одна из ближайших идей – это как раз вот самое актуальное. Как научить ребенка читать и как научить ребенка писать? Что нужно сделать в классе? Как нужно подготовить? И мы сделали две опции. Пакет, который стандарт, где можно все это узнать, и пакет, в котором будут приложены все материалы, которые делает, уже сделаны Светланой. То есть вам не нужно ни о чем думать, у вас готовые карточки. Два слова буквально. Светлана, расскажи, что там из материалов, что будет, что в пакет. Сейчас у тех участников, кто пройдет обучение, будет доступ полностью ко всему материалу по чтению, для организации полки по чтению, в том числе для обучения письмом. И вы, начиная, буквально начинаете, благодаря данному мини-курсу, строить среду билингвальную для детей от 3-4 лет на английском языке. Поэтому, если собираетесь проходить курс, то готовьтесь к тому, что будет море материала, море практических советов и идей по тому, как использовать данный материал в среде. И непосредственно, непосредственно, что важно, у вас будет обратная связь даже после захождения мини-курса в моем чате для учителей английского языка, где я непосредственно в течение еще длительного времени после прохождения обучения делюсь Матессори материалом на английском языке. Тем самым, вы можете постоянно ротировать материал на полке, постоянно менять и осуществлять примененные знания. Матессори реального логика ко pioneевого хорошего языка. Матессори материал – Тем самым, в минусом, температуре де aqu GWT2, makes it very met terms. Ой, ты мне –